Меньше чем за полгода к ввозу в нашу страну запрещены 7 партий сухофруктов. Кроме того, не прошли проверку несколько производителей специй, посуды. Под запрет попали даже воздушные шары. На соответствие стандартам импортные товары ежедневно проверяют эпидемиологи. И если изделие не пройдет тест, то на прилавок оно попасть не сможет. Ассортимент под микроскопом изучила моя коллега Анастасия Винчо. От, например, борща из этой кастрюли у вас могут быть проблемы со здоровьем. В посуде переизбыток солей тяжелых металлов, хрома, никеля, марганца и железа. И, к счастью, эта импортная посуда осталась в стенах лаборатории, а не попала на прилавки магазинов. И таких товаров тысячи. Стройматериалы, продукты питания, косметика. Ежедневно в специализированных лабораториях проводятся десятки исследований. К каждому изделию особый подход. Мы отбираем 5 мл пробы и ставим в парафазную приставку. Вот так специалисты тестировали детские игрушки. Данный образец оказался чист на стирол. Однако такой чистой репутацией придерживаются далеко не все зарубежные производители. Был у нас случай исследования импортных обоев. Мы их браковали, было превышение по стиролу. Если бы такие ядовитые обои появились у кого-то на кухне, проблемы с нервной системой и пищеварением, их покупателю были бы гарантированы. Всего почти за полгода табу на ввоз ввели сотням партиям самой разной продукции. В топе – посуда и продукты. Около 50% забракованной продукции составила посуду и кухонные принадлежности. Около 20% – пищевая продукция. Остальной процент приходится на товары детского ассортимента, игрушки, строительные материалы, косметику. Обязательное санитарно-гигиеническое заключение – своего рода гарант безопасности каждого потребителя. Ведь сейчас по закону продукция без экспертизы на прилавок попросту не попадет. А там уже в магазинах товар играет по правилам во всех смыслах здоровой рыночной конкуренции. При выборе товара на что обращается внимание в первую очередь? Прежде всего, где произведено. Ориентируюсь в основном я на белорусский или российский товар. Во-первых, вещь должна быть функциональной, во-вторых, она должна быть красивой. И, в-третьих, все это должно сочетаться по цене. Вот я купил белорусскую товару. Прекрасного качества. Надеюсь, что у меня с ней все получится. Чаще белорусского производителя выбираю. То, что качественно. Каждый выбирает товар на свой вкус и цвет. Главное, что это безопасный выбор. Анастасия Венчуя, Сергей Васюкевич, телекомпания СТВ.